друзья всем привет на дружении котов сегодня будет такой интересный кейс про фитнес-зал и в спальных районах москвы сколько примерно они зарабатывают приносит прибыли на 1000 человек кассейники обычный спортзал почему интересный кейс потому что я когда считал его не знал то что я получу довольно таки интересные выводы касательно стримов выручки этого заведения то есть я не знал то что на самом деле в фитнес-клубе можно зарабатывать не только на абонементах но есть еще один большой другую ревенью стрим сейчас хочу вам про это рассказать ясно ли об этом не знал до этого пока сам начал жать от кисть вот здесь прибыли стороны мы бьем его как обычно по классике на 20 блока это выручка и расходы выручка это количество клиентов умножено на средний чек количество клиентов это количество людей в одном районе москвы то есть мы рассматриваем москву и процент переинтерации спортивного зала нашего спортивного зала то есть сколько людей ходит именно к нам с этого района то есть мы же к нам же люди с вряд ли едет это из других районов скорее всего какой то есть радиус действия примерно там несколько километров вот который вот один район москвы а дальше у нас один человек это говорит году и бы нет плюс до продажи то есть сколько у нас примерно выходит рублей на одного человека когда он занимается там спортом у нас в сале вот а население москвы разделить на процент районов точно количество районов это что посчитать количество людей в одном районе и до продажи это спортивная еда плюс индивидуальной тренировки расходы переменные сдержки постоянно ежки я тут так по белым переменной постоянные постоянные это оплата труда, аренда, коммунальные счета, доплатежи и так далее оплата труда это тренеры администраторы, уборщики, не знаю на самом деле кто еще работает в спортзале, мне кажется, вот как раз таки эти люди и работают в основном возможно есть какие-то еще единицы которых я не знаю, может какие-то массажисты ну ладно, не будем их учитывать, потому что у нас их нет что же начнем с населения Москвы, это все просто 20 миллионов, это на самом деле хорошо если вы идете на кейс интервью, об этом уже заранее знаете если не знаете, то поуглите в целом ничего сложного количество районов, я тоже, к сожалению, это уже нельзя знать пока, не по решательству направленных таких кейсов, то есть 125 примерно районов в Москве, чтобы посчитать количество людей в одном районе, я не стал заморачиваться и считать очень точно, предположим то, что всего на 100 тысяч человек то есть разделим на 120, на 125 пусть там одни какие-то есть районы, где какие-то страны, ну какой-то погрешность создадим чтобы все-таки не считываться в эти детали в мелкие единицы чтобы избавиться от этих, примерно 100 тысяч у нас людей живет в одном районе Москвы ну то есть, на самом деле, очень много, мне кажется уже интересно будет, можно сделать из этого кейса процент понетрации спортивного зала я ставлю один процент, почему? потому что мы рассчитываем на тысячу человек на самом деле, можно сказать, что больше мне кажется, что 5-10 процентов я не знаю, как это посчитать, я долго думал эти, может у вас есть какие-то идеи, как это можно посчитать напишите об этом в комментариях я не знаю, то есть, сколько предложить людей из этого района, которые ходят в спортивный зал то есть, я бы взял 5% и сказал бы, что у нас есть конкуренция какая-то то есть, возможно, что занимается в другом зале возможно, кто занимается какими-то другими видами спорта какими-то танцами, стретчингом, что сейчас модно, йогой и то, что в наш спортзал справедливо может ходить 1% если мы такой вот, один такой мастодонт в этом районе крутой, большой, интересный спортивный зал а все делают то, что у нас клиентов это 1 тысяча и дальше приходим к среднему чеку годовой абонемент, я предположу, что 20 тысяч в среднем бывают, конечно, разные скидки, акции но примерно такой нормальный спортзал, хороший будет стоить на год 20 тысяч примерно вот спортивная еда, я предположу, что в целом на одного человека уходит 1000 рублей, почему? потому что, ну, довольно-таки очевидно то, что многие люди пьют протеиновые коктейли заказывают там, либо что-то докупают когда в спортивных залах находятся прям магазинчики небольшие, спортпи, там кто-то может это купить в целом, мне кажется, один человек ну, может за год потратить еще сверху 1000 рублей на какие-то мелочи, какие-то вот такие расходные материалы в спортивном зале вот, и визуально тренировки, это самое интересное на самом деле я сделал такую табличку то есть процент людей разбил на 4 категории 40%, 30%, 25%, 5% и количество тренировок, которые они покупают у фитнес-тренеров в год то есть средний чек человек тренируется 3 раза в неделю то есть 3 раза на 4 недели то есть на 12 месяцев то есть примерно у человека за год получается 144-150 тренировок, мне кажется то есть в целом, ну, можно сказать, конечно большинство может быть даже не ходит но я бы взял такой стандарт программы такой сплит на 3 дня в неделю вот, и отсюда такое хочу сделать в виду то, что на 40% людей ходят в спортзал и вообще не занимаются с тренером 30% берут там раз в неделю тренировку с тренером возможно, и пусть так будет ну, мне кажется я сам ходил в спортзал, видел, наблюдал что какие-то люди берут дополнительные тренировки чтобы просто позанимались с ними какие-то сложные групповые мышцы 25% это пусть будет принимать 100 тренировок то есть которые ходят там практически каждый раз занимаются тренером 5% это, например, не знаю, какие-то там спортсмены девочки и мальчики, которые ходят выступать в соревнованиях и они, допустим, идут на какой-то спорт и поэтому нужно заниматься всегда с тренером вот, то есть отсюда предполагаем то, что берем умножаем процент на количество тренировок в год и получаем такое, если мы просуммируем это значение получается, сколько в среднем один человек покупает тренировок в год то есть получается 50 тренировок 50 тренировок в год да, кажется, что на самом деле значение такое странное но как раз за счет их 25% с 5% это вот делает вот эту сумму увеличивать среднее значение к сожалению вот и мне кажется вполне так почему? потому что я тоже ходил в спортзал много наблюдал за тем, что люди действительно тренируются тренерами тренера могут быть загружены, то есть с утра до вечера то есть в зале может быть там 5 тренеров и не могут всегда быть загружены с этими, с ребятами, которые занимаются вот 1-1 тренировка стоит 1000 рублей то есть мне кажется для спального района Москвы нормальная тренировка то есть сейчас работает 1000 рублей фитнес-тренеров я предположил то, что 50% идет тренеру 50% идет зал спортивному то есть отдается за счет того, что вот зал на самом деле является тем объектом, который приводит клиентов получается, посетителей, которые занимаются и отдает их тренерам то есть тренера с ними тренируются вот и отсюда получается то, что мы 50 умножаем на 500 500 рублей 25 тысяч это с одного только человека зарабатывает фитнес-клуб то есть дополнительно в год то есть представляете то есть на самом деле у нас еще есть спортивная еда 20 тысяча, 25 тысяч индивальной тренировки до продажи 26 тысяч то есть я как раз сделал такое думаю, ну в целом ну согласитесь довольно-таки мне кажется очевидно то есть ну это 30% занимается постоянно там плюс-минус, да 25% не постоянно, а 5% постоянно то есть тренировка 500 рублей вполне нормальная цена то есть это не супер дорого типа, да я думаю, в ворклассе какого-нибудь там профессионального тренера берут больше для спального района Москвы я думаю, нормальная цена то есть в целом ну я так и думаю ну что здесь может быть не так вот как бы если у вас какие-то есть идеи что я неправильно предположил напишите об этом в комментариях потому что, ну вот мне кажется, вполне себе make sense make sense получается годовой абонент 20 тысяч и до продажи 26 тысяч с одного человека вот получается у нас средний чек это 46 тысяч на одного человека уходит в год то есть получается смысл в том что человек приходит в спортзал начинает заниматься ему продают тренировки продают какой-то спортбит и его средний чек за год нарастает вообще ого-го то есть до 46 тысяч хотя в целом человеку возможно это не кажется много потому что вот допустим он купил один раз абонемент вошел эту систему и дальше занимается тренером там когда-когда-когда-как-никак и как бы это набегает такая цифра за год в принципе возможно так есть то есть отсюда выручка у нас тысяч человек в год постоянно которые к нам ходят 46 мультов то есть как бы миллионов в год вот мне кажется тоже в целом неплохо я не знаю то есть много это немало но мне кажется для кого-нибудь может быть там алекс фитнес а в огромной сети это может быть и мало может они больше зарабатывают возможно воркласс тоже больше какой-нибудь а какая-то обычная маленькая сеть либо какая-то единичный спортивный зал возможно только и имеет такую вручку дальше переходим к расходам переменные сдержки я написал 10 процентов почему потому что по сути самая главная сложность этого бизнеса что здесь необходимо много инвестиций здесь нужно закупить эти все тренажеры их поставить взять в аренду площадь сделать ремонт поставить там кондиционеры души там сауны что еще нужно в этом физклубе это самая дорогая инвестиция по сути переменных сдержек практически нет то есть 10 процентов такие-то может быть амортизационные моменты то есть какие-то доп. расхода не знаю там допустим полотенца для клиентов не знаю какие-то туалетная бумага условно в туалете ну да может быть переменные расходы ну то есть то что идет получается расход идет вместе с тем на одного клиента то есть когда заходит клиент как правило модельного ключик да он идет занимается там тратит воду не знаю там полотенце условно если мы ему выдаем его и уходит по сути переменных издержек нет вот то есть я тоже прогугливал этот момент нет их нет постоянные издержки вот то есть я задался вопрос сколько сотрудников нужно для содержания спортивного зал по моим подсчетам получилось так что примерно 10 трениров мне кажется нужно то есть примерно там может и день через день работают и там в зале в таком на тысячу человек которые вот ходят иногда люди это вот действительно мне кажется 10 трениров 4 администратора 4 уборщика пусть еще плюс-минус 2 работника то есть примерно всего я предположил 20 работников какие-то может мы не знаем кто еще работает если среднемесячную ЗП взять 50 тысяч я думаю по Москве нормальная зарплата то есть может быть и меньше там больше но мне кажется для таких вот сотрудников администраторы уборщики персонал 50 тысяч вполне может быть и больше вместе примерно 1 миллион получается в год 12 миллионов то есть самая большая наша статья расходов получается по 2 то есть содержать команды 20 человек но это 12 миллионов то есть достаточно много аренды предложил бы 26 миллионов что 500 тысяч мне кажется снять какой-нибудь зал там не знаю на тысячу квадратов может быть на полторы может быть это окей 500 тысяч где-то спальном районе может быть и нет может быть миллион это будет стоить зависит от квадратного метра я не стал запариваться искать некоммерческие площади которые можно использовать про спортивный зал пытался найти на самом деле но что-то не вышло вот тоже поправьте если найдете какую-то интересную цифру буду рад любым правкам вашим коммунальные счета плюс доплатежи какие-то кто что-то сломал что-то починить что-то закупить дополнительно 2 миллиона пусть будет в год еще дополнительно получать постоянные сдержки у нас 20 миллионов плюс 10 процентов от выручки то есть 4-6 миллиона то есть нас расходы получается временно сдержки 4-6 миллиона расходы получат 2-4-6 миллиона то есть сюда делаем то что прибыль фитнес-зала в год при таком хорошем раскладе при таком хорошем раскладе люди ходят покупают индивидуальные тренировки 20 миллионов в год примерно вот сюда можно сделать вот на самом деле я на самом деле тоже не можно посмотреть узнать сколько стоит инвестиции но я читал то есть там какую-то статью небольшую про фитнес-зал и про этот бизнес то что в целом там один несколько лет оккупации как раз таки инвестиций возможно там инвестиции будет мультов 50 и вас за несколько лет окупится вот эти все ремонты тренажеры дорогие всякие необычные прикольные возможно так она будет как бы вот документ самый главный выкру я сделал два кейс то что потенциально до продажи приносят фитнес-залу гораздо больше денег денег чем сами продажи то есть обычных абонементов на этом с этим кейсом покончено сейчас важный момент хочу провести результаты розыгрыша в ролике про моргенштерна который вот выложил я где-то две недели назад где решал кейс рассказывал про то сколько зарабатывает в моргенштерн примерно на ресторане как провинанс здесь принял участие раз два три человека то есть не считают тут сашку сухого потому что какой-то он при прикола написала в общем три человека оставили свои почты поэтому ребят участвуйте в конкурс на 3 человек конечно очень грустно вот что я разыграл то есть идеально констату со мной то есть что это можно сделать можно порешать кейс я могу дать какой-то вот кейс интересный помочь не знаю вам по консалтингу по отбору что-то подказать какие-то материалы в целом просто не знаю час полтора-два общения то есть сколько вам нужно чтобы сдать китами просто могу по кейс 5 проконсультировать могу какие-то слайды помочь поделать могу вам помочь и за с отборами какими-нибудь заданиями в компании то есть целом вот такая вот была вот такой был приз то есть тем кто участвовал в розыгрышах у нас всего три человека я тоже просто ради теста сгенерировал цифру 3 сгибирую еще раз получать цифра 2 цифра 2 у нас получается я считаю просто сверху раз два три то есть выигрывает александр смирнов то есть поздоровая александр смирнов спасибо за комментарий спасибо за участие в конкурсе те напишу обязательно и решаем с тобой кейс на этом все друзья спасибо за просмотр буду рад если поддержите меня и мой канал и пишите комментарий поставить лайк подпишитесь на канал и всем пока и до новых встреч